Братья и сестры, суббота у нас собрание для молитвы, мы меньше поем, хотя петь это хорошо, назидательно. Я хотел бы сегодня закончить тему, а вы хотите закончить тему это о сатане? Братья и сестры, я хотел бы закончить. И я думаю, мы закончим сегодня. Когда мы начали говорить об ангелах, то мы реальнее стали представлять себе, что написано в Слове Божьем. Но когда мы подошли к падшим ангелам, знаете, какое-то ощущение такой вражды в воздухе повисло, и мы проходим ряд истин, только взятых из Библии. И доктрина о сатане, она открыла нам, что Священное Писание учит о существовании сатаны. Это реальные вещи, и очень реальные. Я вам прочитаю записку, даже сегодня поданную на молитву. Но, братья и сестры, прежде чем мы будем эту тему касаться, я хочу, чтобы мы помолились. Потому что я только что получил смс-ку, такое сообщение. Брат Виталий Мальцев написал, что едет на встречу с детьми. Это будут неверующие дети. Ее попросили, и он написал, помолитесь, чтобы Бог дал мудрость и сказать доступно, чтобы детей коснулось Слово Божие. Раз он уже едет, значит, ему нужно говорить сейчас, да? И мы сейчас должны помолиться. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, нас просит молиться сегодня. Мы очень часто осознаем бессилие свое. Мы очень часто, Господи, соприкасаясь с миром неверия, осознаем беспомощность и просим Твоей помощи. Только ты Духом Святым можешь открывать истины. Только ты Духом Святым можешь, Господи, давать, понять, потому что только Святой Дух может обличить мир в грехе. И только Святой Дух может дать ясность, указывающую на Иисуса Христа. Виталий едет сейчас на встречу. Где-то у него будет эта встреча с детьми. Господи, с какими, я не знаю. Но ты знаешь, и ты благослови, передать Слово Твое, исполни Духом Святым. Пошли, Господи, Слово Твое. Я прошу тебя, Господь, дай ясно сказать, просто сказать, верно сказать, и так, чтобы Слово Твое проникло в сердца детей. Благослови сегодня и нас, Господи. Мы проходим эту тему, и она освящена в Библии достаточно, и мы в жизни своей также испытываем это действие. Мы нуждаемся в ясности, чтобы вера опиралась на Слово Твое, чтобы вера опиралась на ясные истины Библии. Поэтому ты помоги. Благослови меня сейчас и сил, да, и духовных, и физических. Продай в руки Твои, Господь, и дай, чтобы каждый, кто будет в собрании, слушал эти истины, потому что они очень важны в применении. Продай в руки Твои дальнейший ход собрания нашего наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, и вот мы проходили, мы подошли были вплотную к теме о сатане. Мы проходили существование и личность, и Писание очень достаточно об этом говорит, и о существовании, и о личности, имена дьявола, их 13 имен. Мы проходили характер сатаны, он противник, клеветник, лукавый, враг, человекоубийца, лжец, искуситель. Мы проходили с вами сила сатаны, что он мощный ангел и князь, господствующий в воздухе, что он Бог века всего и глава царства тьмы. Он имеет державу смерти. Эти пять его истин о его силе. Мы с вами проходили судьба сатаны, что сатана – побежденный враг, сатана под вечным проклятием, и сатана будет ввержен в озеро огненное для вечного наказания. Это его судьба. И это истина. И мы должны очень чётко себе представлять, потому что где-то в какой-то, знаете, мире каждый из нас постоянно соприкасается с врагом наших душ. Об этом Пётр пишет в своём первом послании, в пятой главе. Восьмой стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, варь дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». И как он ищет нас поглотить, братья и сёстры? Он ищет. Но в мире этом очень многие привыкли смеяться над дьяволом. Очень много карикатур. Знаете, когда-то был такой журнал «Перец» на украинской мове. Были другие журналы юмористические. И очень часто попадались, даже в советское время, тогда, когда отрицалось существование духовного мира, очень часто попадались статьи, какие-то картиночки какие-то, рисуночки какие-то, где высмеивался дьявол, высмеивались те, кто будет там в аду с ним. Рисовали его с рогами, с кочергой, в котле каком-то там. Грешник сидит в котле, а он подогревает этот котел. Дьявол не против, чтобы смеялись с этой мысли. Пусть смеются. Он свое дело делает. Сегодня наша тема будет заключительное. Отношение верующего к сатане. Наше отношение к нему. То, что с его стороны есть к нам попытки влиять на нас, мы это ощущаем очень часто. Вот я говорю, сегодня записку брат подал. Дорогая церковь, прошу вас помолиться за мою жену. Она неверующая. Она говорит, что кто-то смотрит на нее, когда она спит, и ходит по кровати кто-то. Также просит молиться за внучку. Это отдельная тема, мы помолимся потом за внучку. Ну, я думаю, что некоторые из нас переживали подобные вещи. Кто-то ходит, кто-то стучит, кто-то гремит. Павел Васильевич Городжа говорил о том, что и в его тещи, когда она уверовала, в его доме что-то делалось невероятное, когда шкафы падали сами по себе, когда там мебель двигалась, когда что-то двигается. Знаете, мир пытаются объяснение находить этому. Мне приходится слышать, мне недавно сестра звонила о том, что кто-то приходил, прыгнул в кровать, она сама и там такой страх пережила. Молиться пришлось. Вы помните рассказ о том, что когда брат переехал в Америку, у него большая семья, он купил телевизор детям. Думал, что в Америке все фильмы только христианские, одни проповеди, но дети сидели много у телевизора, и он очень переживал, потому что семья большая, куда не придет с работы, дети у телевизора сидят. И он решил его продать. И когда продал, мне даже фамилию говорили этого брата, когда он продал, приходит с работы, и по привычке в прихожий тот угол посмотрел, где обычно телевизор стоял, который всегда был включен. Но там у него не было телевизора. Я, говорит, посмотрел тот угол, а с того угла на меня ругательство. Возмущение. Дьявол возмущался, что он убрал с дома телевизор. И так возмущался сильно. Поэтому, друзья, все эти вещи очень реальные. Я не буду много перечислять, но он проявляет себя, чтобы вселить страх человека, или побуждает человека делать что-то, что реально против воли Божьей. вот с одной стороны, какой-то грех искушает грехом, с другой стороны, очень часто в самых трудных ситуациях, когда нам тяжело, когда создается состояние, он помогает создать состояние депрессии, а потом говорит человеку, зачем мучиться, и предлагает покончить жизнь самоубийством. И сегодня сестра, которая тут находится, тоже сказала, что в ее состоянии такие мысли приходят. сначала очень трудности большие, а потом предложение покончить жизнь самоубийством. Когда в 70-х годах мне пришлось принимать серьезные решения по отношению к ложным учениям, и я сделал шаг веры, потом дьяволу удалось посеять маленькое сомнение в мою душу, и я не три дня жил в таком очень серьезном переживании, серьезнейшая депрессия была, я работать не мог, меня отпустили с работы, я иду через железную дорогу и слышу голос сзади, говорит, зачем тебе мучиться, 10 шагов под электричку, и все страдания закончатся. Я сел на траву, потому что знал, что дьявол может и толкнуть, не только подсказать, а и толкнуть. И я помню тот момент, я никогда не забуду тот холод в душе, по спине у меня, который я пережил, поэтому это реальные вещи, братья и сестры. И как Божьи ангелы, как Бог, как Иисус Христос, так и дьявол, это реальные вещи. И сегодня мир погружен в грех, он вловит людей, вовлекая все эти греха, это пьянство, это наркомания, это сегодня особенно популярно, вовлекать людей в сексуальную зависимость, какую-то самые разные вещи. Я получаю и сообщения, и просьбы, и звонки даже с других стран, о том, чтобы молиться, потому что попал человек в зависимость от порнографии, попал человек в зависимость от своих, знаете, плотских увлечений и так дальше, и не может сам побороть. И это влечет в ад, потому что написано, такие царства Божия не наследуют. Поэтому тема заканчиваем мы, она всегда из Библии, мы всегда должны бодрствовать, мы к этому прозываемся. Друзья, поэтому первое, что мы должны четко себе давать представление по отношению к верующему, то есть по отношению к нам, власть и сила сатаны ограничены. Слава Богу, братья и сестры, ограничены. Не бесконечно он может влиять, не бесконечно он может, не бес... предельно может влиять на нас, на нашу жизнь, на наше размышление, на наше состояние. Его цель одна, Христос сказал Иоанна 8, 44. Ваш отец – дьявол, и вы хотите, обратите внимание, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеку-убийца от начала, не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Вот это его краткая, но очень характерная характеристика. Когда в Эдемском саду под видом сотворенного змея он подошел к Еве, его цель была обмануть, ему это удалось. Почему? Потому что Ева была не научена толком, это было первое испытание, еще опыта не было, и она попалась. Попалась тем, что он обманул по отношению к Слову Божьему, к воле Божьей, и обманул о целях последствия. И он сказал, нет, не умрете. То есть, ты это сделаешь, но нарушение воли Божьей не будет тебе во вред. Он обманул, и он всегда обманывает. Друзья, дорогие, настолько эта картина сегодня должна давать четкое, ясное нам представление, потому что Иисус Христос умер на кресте за грехи наши. Он в грехе наши взял на себя. Он победил дьявола. Он говорил, ныне князь мира всего будет изгнан вон. Эта тема очень серьезная. Знаете, если бы я вот наблюдаю птички, которые в наших домах живут, они уже чему-то научены, какой-то опыт есть. Они, прежде чем сесть, клевать зернышки, они оглядываются, нет ли там хищника, нет ли кошки рядом. Если запрямить, даже не сядут на зернышки. Они бдительно, так осторожно ведут себя. Ну, а есть птицы, которые ведут себя неосторожно, их легко ловить и легко поймать. Если у того, кто хочет поймать, есть такая цель. по отношению к нам три истины, которые мы должны усвоить себе. Первая, своей крестной смертью и воскресением Иисус Христос победил сатану, сокрушил его власть и силу над верующим. Мы читаем 1 Иоанна 3, 8 стих. «Кто делает грех, тот дьявола, потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус Христос явился, факт совершенный, факт совершившийся, Он явился, чтобы разрушить дела дьявола. И Он их разрушил. Он нанес урон, Он нанес вред, то есть Он нанес сокрушительный удар по дьяволу. И поэтому заявлял, что изгнан будет вон. Колоссянам 1, 13 стих. «Избавившего нас от власти тьмы». Обратите внимание, это прославление Иисуса Христа. «Избавившего нас от власти тьмы, и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Обратите внимание, друзья, на слово «власть». Я помню брата, который нас проповедовал давно, с крового рога. Он так объяснял слово «власть». «Вот говорит, идет камаз, его нужно остановить. Силой вы его не остановите. Многоишник стоит, берет свой жезл и останавливает его властью». Чи Пингрим пишет в своей книге о том, как он наблюдал в Америке. два больших таких человека, крупных очень, подвыпивших, начали дебоширить. Один человек пытался что-то там резонить, они на него, назревала неравная драка, я представил себе, говорит, я стоял сбоку, думал, и я тут не помогу, потому что такие два верзилы огромных и такой небольшой человек, они его убить могут, кто-то вызвал полицию, полиция там приезжает очень быстро, приезжает полицейская машина, выходит, говорит, совсем невысокая женщина, в полицейской форме, и я, говорит, испугался, что сделает эта женщина, такие два больших, что она сделает, но у нее есть власть, сил у нее нет, их врезонить, у нее есть власть, и она выходит, достает пистолет, который положено иметь, держит в руках и приказывает лицом к машине, руки на капот, и говорит, что вы думаете, эти два огромных верзила, руки на капот, ноги расставили, она стоит карманы в них проверяет, они подчинились не силе ее, а власти, она власть имеет, друзья, дорогие, Иисус Христос имеет и силу, имеет и власть, и Он эту власть дал нам, Он дал эту власть ученикам в свое время, и сегодня Он дал власть эту нам, но мы можем пользоваться Его властью, когда мы в тесном общении с Ним, избавивши нас от власти тьмы, сам Христос избавил нас от власти, обратите внимание, Он эту власть тьмы от нас оградил, дьявол не имеет над нами власти, это радует вас? Он не имеет над нами власти, знаете, иметь власть, если наш полицейский поедет в гости в Европу, в какую-то страну, он там будет обычным путешественником, тут он имеет власть какую-то на службе, а приехал в другую страну, он власти не имеет, он обычный гость страны, путешественник, друзья дорогие, но Иисус Христос нам в этом мире, который нас не понимает, не принимает, Иисус Христос дал нам власть, Он дал власть нам над не над дьяволом, братья и сестры, над собою, Он дал нам власть над собою, почему, потому что Он лишил власти дьявола, Он лишил власти дьявола, избавил от власти дьявола, и ввел в царство возлюбленного Сына Своего, в царстве Иисуса Христа дьявол никакой власти не имеет, в Колоссянам 2.15 написано, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Власти духовного мира, сатана, все иерархия его, она над нею восторжествовал власть на Христос. Он подверг их позору, чем? своей смертью, когда он смирился, когда он разрешил себя распять, и в этом смирении он подверг их позору, дьявол опозоренный смирением Христа, не тем, что он мог бы легионы ангелов привлечь, приказать, запретить, как он делал раньше, полная победа произошла тогда, когда Христос смирил себя, когда он отдал себя на крест и крестной смертью поразил дьявола. Это было полное поражение дьявола. И Евреям 2.14 написано, мы читаем Евреям 2.14, а как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Иисус Христос Своею смертью казалось со стороны людей, это апогей был слабости, когда Христос разрешил себя прибить ко кресту, когда гвозди были забиты и он повис, потом поставленный крестом на кресте, то по человеческим, по плотским меркам казалось, это вершина слабости, распятый это полностью лишенной силы, действия. Так было с разбойниками, которые были рядом, они полностью лишились возможности заниматься разбоем, они же не могли никому сделать зла, только языком еще могли, но и язык потом умер ихний, они умерли, перестали говорить, они могли еще языком. Знаете, друзья, бывает так, что человек уже силы не имеет, больной лежит, уже в постели, руки, ноги не двигаются, а языком еще зло делает. И бывает, пьяный человек лежит, он не может ничего сделать, но языком травмирует. Вчера мне снова позвонил мой сотрудник и снова просил приехать, сын очень сильно оскорбил языком, он не бил, когда-то бил, зубы повыбивал отцу, а теперь только языком сильно оскорбляет, и он просит приедь ко мне, я сильно удручен, я сильно разбит, потому что сын сильно меня сегодня оскорбил. Это было вчера, друзья, и это случается часто, и сегодня, я говорю, сестра пришла и сказала, что внук сильно обижает, и сильно оскорбляет словами людей, которые сильно оскорбляют других на разных уровнях сегодня в мире, очень много, друзья, дорогие, и мы понимаем, что за всем злом всегда стоит сатана, всегда стоит дьявол, за любым злом, он дух зла. Когда ученики сказали, давай огонь сведем, пусть сгорит селение, которым нас не приняли, то Христос сказал, не знаете, какого вы духа, мы совсем другого духа, друзья, и мы имеем этого духа святого, который является духом любви. Сегодня обратите внимание, что своей крестной смертью и воскресеньем Иисус Христос победил сатану, сокрушил его власть и силу. Крест, вот поэтому апостол Павел и пишет Галатам 6, 14, А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир развит и я для мира. Друзья, крест Иисуса Христа, воспоминания его страданий, воспоминания вообще постоянно взирать на крест, это и есть победа. Об этом пишет послание к евреям апостол Павел, послание евреям 12 глава, вы помните, третий стих первый стих с первого стиха и давайте первые три стиха прочитаем. Посему мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить продлежащее нам поприще. Терпение, дальше, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Победовала терпением, крестом, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Друзья, помышляя о распятии, о Христе распятом, о жертве, которая принесена, об анце, который за нас принесен на жертву, мы в этом имеем силу, чтобы не изнемочь, что такое изнемочь, знаете? И не ослабеть. Не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Мы помышляем об Иисусе Христе, распятом на кресте. Второе, без разрешения Бога или самого верующего сатана не имеет власти на верующих. Друзья, без разрешения Бога или без разрешения нас дьявол не имеет над нами власти. Мы ему должны сами разрешить. А как мы разрешим? Ну вот, братья и святые, как мы разрешим? Знаете, я могу вспоминать с большим сожалением поступок в своем детстве. Я с большим сожалением вспоминаю, когда я ложился спать вечером, и я молился, и я не простил свою сестру. Я на нее сильно обиделся. Я не помню, сколько мне было лет, 12 или 13, не помню точно. Я сильно обиделся. Меня отец наказал из-за нее. Я чувствовал себя невиновным, я сильно обиделся. Я когда молился, я молился о всех моих, о другой сестре, я молился о брате своему дедушке, бабушке, чтобы Господь в эту ночь хранил папу и маму, даже папа, который наказал меня. Я говорю, Господи, храни его в эту ночь. А сестру я сознательно обошел молитву. Думаю, не буду молиться в ней, из-за нее я получил ремня, не буду в ней молиться. Знаете, где-то около 4 часов утра, когда я вышел на улицу, в туалет, зима, снег, вернулся назад, возвращаюсь, одеяло на себя, а тут сатана прыгает через выльца кровати, на ноги мне, сдергивает одеяло и смотрит на меня. Я сразу понял, это за то, что я не простил. Это моя вина, я дал место. Я не приглашал его, я не говорил, приходи ко мне в 4 часа утра. Я не говорил, приходи, прыгнешь на меня, будешь давить меня. я не говорил и не мечтал даже, чтобы он появился, я боялся даже. Я знал, что, из рассказов старших, что иногда дьявол является, но я даже не предполагал, что такое случится. И когда мои руки были схвачены, я понял, что я смотрю в ужасе, я начал молиться. И когда я начал молиться и вспомнил крест Иисуса Христа, нате он обмяк, потерял сил, бросил руки мои, я двинулся, я еще раз обратился к Господу, чтобы освободил, избавил, защитил. Молитва отчина, что я знал хорошо, каждый вечер мы молились слух. И когда я повторил во имя Иисуса Христа его пролитой кровью отойдет меня сатана, он прыгнул на пол, я конечно не спал до школы и урок получил, я друзья его не приглашал, но я поступком своим ему дал место и он пришел ко мне. Это я пережил большой страх, большое переживание, поэтому я понял, что нельзя ложиться спать, если на кого-то обижаешься, потому что придет, ты даешь место, ты не приглашаешь, но ты место даешь, как он явится, каким образом Бог позволит ему, но ты сам пригласил своими действиями. Это очень серьезный вопрос, поэтому когда кто-то мне говорит, что проходил сатана, пытался спать не давать, еще что-то, это всегда есть причина, всегда есть причина, где-то Бог попустил, потому что мы сами дали ему место, но без разрешения Бога или самого верующего сатана не имеет власти над верующим. Деяние 5.3 мы читаем, но Петр сказал Анании, Анания, для чего ты допустил сатане? Обратите внимание, вложить что? В сердце твое мысль, солгать Духу Святому и вот эти сцены земли. Ну, друзья, там была тема сказать неправду о цене. Вот тут сатана вложил мысль. Иуде, помните, вы 13 глава Иоанна Теана, сатана вложил мысль предать Христа. Какая б ни была мысль, вложенная дьяволом, но мысль, за которой кроется отсутствие любви, обида, какая-то ненависть, все то, что является греховным, любая неправда, любая попытка исказить волю Божью, дьявол вкладывает активно мысль. И поэтому Анании был задан вопрос, зачем ты позволил, зачем ты допустил сатане? Кто допустил? Бог ты взял, ты. Мы сами можем дать место, сами можем разрешить. Иуда сам разрешил. И когда Христос сказал, кому обмокнул, подам хлеб, вы помните, на вечере подает хлеб обмокнутый Иуде, Иуда берет и с этим куском входит сам сатана. Иуда идет, предает. Сначала мысли, потом сам. Поэтому мы настолько должны понимать, что без разрешения Бога или нас самих дьявол не имеет над нами никакой власти, если мы сами не разрешили, если мы сами не позволили впустить дьявола. Друзья, дорогие, знаете, он выглаживает мысль, вот то сделай, то сделай, то сделай. Сейчас искушение для молодых в интернете, вот туда войди, сюда посмотри. Но за этим стоит сатана. И я скажу вам, даже издалека мне звонил недавно человек, пару месяцев назад, и говорит, что не может бороться с дьяволом. Когда садится за интернет, он туда входит, куда ясно нельзя, но говорит, вкладывается мысль, потом желание, и я попадаю в сети. Помолись мне. Друзья дорогие, мы сами, без разрешения Бога и нас, дьявол не имеет никакой власти над нами, потому что Христос победил его. Иова 1 глава 10 стих и 12 вы помните слова дьявол говорит, не ты ли оградил, кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил, и стада его распространяются по земле. 12 стих и сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него, не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господа. Мы видим здесь ясно, что Бог ограждает и Бог разрешает. Бог разрешает. Бог мы должны четко принимать, без разрешения Бога и без разрешения нас дьявол не имеет на нас никакой власти. Матфея 8 глава 31-32 стих И бесы просили Его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. Он сказал им идите, и они выйдя вошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Они просили разрешения войти даже в нечистых животных. В Израиле это было нечистое животное по закону. Даже туда войти они не имели своей воли без разрешения Иисуса Христа. Третья истина. Иисус Христос и Бог Отец охраняют и избавляют верующего от власти сатаны. Христос и Бог Отец охраняют нас. Они охраняют нас от этого влияния. Иоанна 10 глава 28 и 29 стихи Иоанна 10 28 29 И я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек никто не похитит их из руки моей Отец мой который дал мне их больше всех и никто не может похитить их из руки отца моего. Друзья обратите внимание похитить что значит похитить? Похитить это когда знаете вы же когда что-то ценное где-то прячете вы же не говорите идите можете украсть пожалуйста я спрятал уже мы так не говорим но украсть могут да украсть могут но мы этого не хотим мы прячем поэтому Бог говорит о том что украсть похитить нас из руки Божьей дьявол не может украсть то есть мы не хотели а дьявол нас украл но то что смотрите у нас есть свободная воля если мы свободной волей избираем путь греха мы разрешаем дьяволу воспользоваться и нас увести Бог когда мы не хотим не даст похитить только опасность чтобы сами мы не захотели этого сами мы почему знаете похищена была жизнь у Евы и Адама потому что Ева увидела плод вожделенным ей понравилось она захотела этого плода и когда она захотела дьявол не вырывал жизнь из жизни ее она сама захотела сама ела сама сделала когда мы хотим чего-то греховного это открытый путь это это не значит что мы все Бог взял нас вот так знаете взял Бог как попугайчиков клеточку посадил и вот попугай там летает клеточке а улететь не может это не так братья и сестры мы мы действительно в надежных божьих руках но у нас есть свободная воля и если мы захотим мы можем оставить Господа поэтому в Писании очень много предложений бодрствовать и не давать место дьяволу друзья то есть уворовать нас не может никто но добровольно оставить Господа мы можем об этом есть в Писании много предупреждений чтобы мы не выбрали путь греха вы знаете у нас был брат один отлучен я только был избран сюда на служение в скорости его отлучали и до сих пор эта эпопея тянется в его жизни падение и восстание тянется он уходил так он сам рассказывал что захотелось пожить жизнью мира он на братском говорил захотелось пожить жизнью мира ну пошел там провел время свободное с грешниками пришел домой на совести пятной как-то никакой радости нет знаете грех никогда не приносит радости никогда грех радости не приносит и он раз два три нет радости и тогда говорит я сказал господи отступи от меня я хочу попробовать радости этого мира и бог отступил и он как окунулся в радости этого мира женился на неверующей семья распалась потом еще раз женился несколько автомобилей было разбито потеряна жизнь сколько раз жена его находила пьяного сколько раз забирала блудниц каких-то разоренная потерянная жизнь совершенно и когда уже уткнулся окончательно решил когда жена покаялась вторая он решил ходить в собрание а покаяться не мог потому что сам добровольно сказал господу отойди от меня написано если произвольно грешим не остается более жертвы за грех и тяжелый путь тяжелый путь очень тяжелый путь сейчас восстановлен он но в большой борьбе я хочу почему это об этом говорю говорю друзья потому что из руки Божьей никто похитить не может но мы должны мы можем сами уйти если бы птичка которая нравится в клетке в клетке птичке хорошо жить да водичка есть зернышки есть постелька есть живи себе песенки пой тебя покормят всегда но птичке хочется свобода но птичка сама не может открыть клетку клетка закрыта снаружи она не может сама поэтому она ждет воли хозяина захочет выпустит захочет нет друзья дорогие мы с вами имеем свободную волю мы с вами добровольно можем добровольно можем выбрать путь греха если вы попадаете в сети греха если вы чувствуете что вас уводит от Господа а чем заметить что вас уводит от Господа чем не любовь к Слову Божьему молитвы нет собрание не интересует друзья верующие уже скучные они такие смотришь уже молодой человек и покатился потихонечку а там смотришь и выпил а там еще что-то выдворил добровольно сам выбрал сам пошел этим путем друзья дорогие и окажется потом в одном котле с дьяволом в одном озере горящим огнем и серую потом поздно будет и мучается в увеке от сознания что мог спастись но сам не захотел люди дьявол знаете и внушает что Бога нет если люди верят что Бог есть он внушает что ада нет вот свидетели сторожевой башни им дьявол внушил что нет ада вот нет ада все Бог добрый не может грешников в аду мучить они сгорят как солома и все грешников нету поэтому ну нету это ложь сатаны которую он вложил друзья и обманывает людей но есть писание говорит есть ад есть вечное наказание есть вечное суждение и мы должны четко помнить о том что дьявол всегда обманывал всегда обманывает и всегда будет обманывать но Христос Иисус Христос и Бог Отец охраняют от Него я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек никто не похитит их из руки моей мы имеем гарантии мы имеем гарантии когда мы ценности свои имеем при себе у нас нет гарантии что нас не воруют да мы уходя из дому молимся Господи дать чтобы наш дом не обворовали мы молимся всегда вы молитесь но гарантии друзья дорогие только наша вера только вера наша а Бог дает гарантии что если вы не захотите никто вас от Господа не оторвет ни скорби ни теснота ни беды ни смерть даже ни казни если вы не захотите никто не оторвет вы будете спасены как бы не отрывали Нерон около 200 тысяч христиан успел уничтожить за время своего правления и они не отказались от Христа их никто не похитил они возлюбили Господа больше чем земную жизнь они не отказались от Иисуса Христа хотя Нерон казнил сжигал дверям бросал друзья из руки его никто не похитит это мы в это верим мы на этом стоим только боссрить над собою вот я сам я вот я проблема каждый из нас проблема вот проблема изнутри Павел говорит доброе чего хочу не делаю злое чего не хочу делаю вот откуда проблемы идут и вторая половина этой темы отношения верующего это хитрость и коварство сатаны требуют бдительности и осторожности со стороны верующего 1 Петра 5.8 мы читали сегодня уже 1 Петра 3.8 трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев ища кого поглотить друзья видели львов в зоопарке на рисунках видели да мы были в прошлом году я людей повез в Васильевку в зоопарк там львов много частный зоопарк львы ну и некоторые мамы неразборчивые дают печеньку детям иди дай льву ну льва голова большая поэтому решетки такие кролик пролезет туда и девочка идет через газончик льву дать печенечку а хозяинка или хозяин и работник зоопарка увидел вы что делаете у нас был случай говорит пошел мальчик давать что-то льву как хватанул руку так и отцепил всю руку вы что делаете почему тут и тралка почему газон почему ограждение не подходите к клетке он вроде мирный лежит на солнышке сопит себе но он как хватанет так хватанет и медведи такие есть как он какие глазки добренькие в него не есть но сказали медведям клетки детей не подпускайте может хрумнуть и все откусил мы слыхали в Киеве было такой случай когда ребенку отхватил руку медведь добренький красивый медведь пушистый друзья дорогие поэтому трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол он всегда противник он никогда не будет на нашей стороне он никогда не будет за нас он всегда против нас за нас Господь только Христос за нас он за нас он пришел чтобы стать за нас друзья дорогие мы никогда не сомневаемся Иисус Христос всегда за нас он пастырь добрый пастырь добрый что делает помните Давид первое царство как Давид говорит когда филистимлянин этот поносил Голиаф а Давид говорит я пойду бывало что лев уносил овечку я догонял льва забирал овечку у льва лев убегал но если не убегал я его убивал почему Давид боролся за эти овечки он расковал свою жизнь расковал я представляю себе видит пастух лев овцу понес и он не говорит ну ладно пусть перекусит ему кушать хочется нет хоть стадо было отца не его он бежал забирал овцу если лев не убегал или медведь там написано то он убивал его это Бог помогал ему в этом поэтому друзья мы должны трезвиться бодрствовать потому что ходит как рыкающий лев 1 фессалликийцам 5 глава 6 стих 1 фессалликийцам 5.6 написано итак не будем спать как и прочие но будем бодрствовать и трезвиться не будем спать но будем бодрствовать и трезвиться матфея 26.41 бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плод же немощно бодрствуйте и молитесь бодрствование и молитва друзья мы живем в мире где есть дьявол его цель вы помните что происходит с царством если царство разделилось в себе он у них стоит братья и суты всякие мысли о расколах всякие мысли о раздорах всякие раздоры у него дьявола всегда дьявол пытается отделить под самым благовидным предложением под видом борьбы за чистоту якобы лучшее изучение Библии давайте отделимся будем где-то в группках там там расти а там пускай как хотят мы будем там расти друзья вырастут только не ту сторону в этом есть опасность я недавно говорил проповеди утром друзья опасность дьявола оторвать от тела чуть-чуть не пободрствуешь когда наш брат наш брат переехал в Америку пошел работать на мясную фабрику и один раз чуть-чуть не пободрствовал что-то там в этом механизме который молил кости заметил туда рукой раз хотя остановил но неожиданно нажал кнопку как-то и кисти как не было отхватило она туда попала чуть-чуть мгновение не пободрствовал и кисти нет на заводе мой сотрудник один мужчина опытный уже давно работал показалось ему что станок там что-то шкив не так работает и он решил выключил вроде бы а там маховики мощные полез рукой попробовать и захватило пальчика а потом потянуло по локоть а потом по плечо и передробило всю руку просто ну какое-то мгновение он не пободрствовал друзья дорогие поэтому писание призывает нас бодрствуйте дьявол хочет разделить дьявол хочет враждовнести дьявол хочет чтобы не любили друг друга дьявол хочет чтобы ненавидели даже это процесс это его работа проверяйте свое сердце проверяйте ваше отношение и в семье и друзей в церкви отношения мы не должны иметь никакой вражды и никакого разделяющего греха вторая мысль верующий не должен давать место официанам 4 27 и не давайте место дьяволу место не давайте знаете не открывайте двери двери вашего сердца проверяйте что пытается туда влезть какой грех хочет туда ворваться проверяйте одна сестра наша когда-то позвонили сказали что электричество проверять пришли она открыла дверь ворвались связали а потом молоток над головой и говорит где ключ сейфа где средства где деньги хранишь и закончилась тем что она всего лишилась но слава богу жизнь осталась при ней если бы она дверь не открывала незнакомым то ничего бы не случилось друзья дорогие не открывайте двери дьяволу любая ересь любое заблуждение любое нарушение писания любое вы не думайте что дьявол открывает двери такой грубой грехи как говорят грешники я не пью не курю никого не убил друзья дорогие просто пришла мысль Анании и Сафире давай немножко оставим на всякий случай отдадим пусть думает что мы все отдали мы создадим видимость что мы отдали все но на самом деле это у нас будет свой запас друзья дорогие я всегда говорил что если бы они пришли и сказали вот мы даем а вот в этом мы оставили себе они бы были живы ну сказал бы Петр ну пожалуйста или другие там сказать пожалуйста ну хотите оставить оставляйте но когда вы сказали что даете все а на самом деле не все вы обманули солгали дали место дьяволу и пошли под откос похоронили Анании похоронили Сафиру всех обоих сразу похоронили поэтому не должны давать места третье верующий должен противостать сатане 1 Петра 5.9 противостойте ему твердую верою значит такие же страдания случаются с братьями вашими в мире противостойте твердой верой друзья когда приходят испытания когда приходят скорби когда приходит что-то знаете с нами здоровьем нашим дьявол начинает шептать там бог тебя не любит он тех любит а тебя не любит и начинает человек сомневаться и думает что бог действительно не любит и начинает сомнения развивать вы помните у нас года нет или полтора года назад брат у брата нашего сестры сгорела квартира просто прилетел окурок ветер был кто-то там курил бросил окурок задул лежал там окурок тлел а там тряпка дальше раздуло дальше раздуло а балконные двери были открыты туда пошло мама не видела брата дома не было и выгорела квартира вот маленькая то из скры которая туда прилетела и там упала на балконе дьявол очень знаете хитро подходит ему нужно противостоять твердой вере вот почему надо знать писание чем христос отражал дьявола помните он говорил написано 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 друзья дорогие мы отражаем дьявола словом божиим в этом есть вера вера опирается на слово на слово опирается вера вера должна быть твердой почему стоит на твердом основании противостойте ему твердую верою противостойте твердую верою а отчего вера твердеет братья и сестры вы помните что вера бывает и не твердая да Ефесянам 4 глава Мы читаем Для чего Бог Пресвятеров поставил Служителей, проповедников Чтобы веру нашу укреплять Чтобы нам не быть Филиппийцам 4 глава Извините, Ефесянам Ефесянам 4 глава 14 стих Дабы мы не были более Младенцами, колеблющимися И увлекающимися Всяким ветром учения По лукавству человеку По хитрому искусству обольщения Выше написано, кого он поставил Чтобы вы отрастали в вере Дабы мы не были более Младенцами, колеблющимися И увлекающимися Вы видели, как люди воруют У нас на даче поворовались Все металлические столбики Как они делают? Расшатывают А потом вынимают Дьявол сначала Расшатывает нашу веру А потом уносит И вот это расшатывание веры Не давайте места Укрепляйте Твердой верой противостойте Прочно Забетонируйте ваши столбики веры А чем? Словом Божиим Друзья, Слово Божие Вот чем мы укрепляем себя По виновениям Слову И потому он поставил Одних просветерами Боговестниками Чутелями Написано В той же главе Чтобы укреплять веру Чтобы не голебалась вера И Якова 4,7 Написано Итак, покоритесь Богу Противостаньте дьяволу И убежит от вас Покоритесь Друзья, покорность Богу А как это покорность Богу? Ну, когда Валтасар пировал На стене появилась кисть Представьте себе Большая кисть И пишет на стене Братья и сестры Покайтесь Вы сегодня мало молились Покаялись бы Братья и сестры Или Покайтесь Вы редко читаете Писание Вы суетились А кисть не появляется Просто написано В усердии не ослабевайте Написано Вот и повинуйтесь Покоритесь Богу Это Бог сказал Я беру Библию И я говорю Внукам своим Это Слово Божие Я говорю неверующим людям Это Слово Божие Я себе беру Библию в руки И говорю Это Слово Божие Я должен Слово Божьему Покориться Покоритесь Богу Покоритесь И это будет Против Этим и Противостанете Против дьявола Покоритесь Богу И убежит Убежит Не просто там потихонечку Убежит Но вы покоритесь Богу Там где мы непокорны Богу Почему мы не можем Восстановить сестру Нашу членок церкви Хорошая В собрание ходит Молится Посещает больных Но она непокорна Когда мы говорим Покоритесь Богу А Бог говорит Жены Повинуйтесь Мужьям Она добавляет То чего там нет Она говорит Хорошим мужьям Покоритесь Она добавляет Там такого нет Там такого не написано Братья и сестры Писание говорит Повинуйтесь Наставникам вашим И ничего не добавлено Больше да Добавлено другое Совсем Покоритесь Слову Покоритесь Богу Друзья Без Всяких там Но Без всяких Но Покоритесь Противостаньте Дьяволу Убежит От вас Убежит Он не выдерживает Света Слова Божьего То что Я уже не раз говорил Но Мне она всю жизнь Запомнилась Когда мой Трехлетний Дима Маленький Мы пришли Приехали С села Вечером В субботу Поздно С электрички Усталая Заходим в комнату В бараке мы жили Я включаю свет А он мне задает Вопрос Очень серьезный Папа Куда ночь явалась Куда девалась ночь Только чтобы вошли Ночь была Ее не стало Я говорю Заглянь под кровать Он заглянул Говорит Там в углу Сидит Темно Под кроватью Братья и сестры Все Разговор кончился Это было Очень давно Это было Семьдесят Может Пятый Шестой Не помню В каком году Это было Давно Очень Но я запомню Куда девается ночь Когда мы включаем свет Куда девается ночь Когда мы стоим на колени Куда девается ночь Когда мы открываем Библию И свет Божий Впускаем в наше сердце Когда мы к Богу Который есть свет Когда мы проблемы Решаем в Боге Вот поэтому Давид и писал Только в Боге Успокаивается Душа моя от Него Спасение Мое Только в Боге Куда девается ночь Куда Пустите свет Бог есть свет Слово Твое Есть истина Освяти их Истинною Твоею Слово Твое Есть истина Куда девается ночь Если ночь Появится в сердце Впустите туда Христа Он о себе сказал Я Свет Миру Восьмая глава Иоанна Я Свет Миру Друзья Другие Он свет Миру Поэтому Это наша задача Противостать Дьяволу Верующий Должен Облечься Во все Ружие Божие Ефесянам Шестая Глава Одиннадцатый Стих Помните Мы Последний Стих Читаем Я Немножко Затягиваю Время Сегодня Но я Хочу Закончить Эту тему Я уже Устал От этой Темы Потому что Сатана Каждый раз Каждый раз Знаете Столько Подножек Ставит Столько Ставит Всяких Озлоблений Столько Всего Ставит Вокруг Что Ну знаете Мне Жена Говорит Ты Заканчив Эту Тему Хватит Страдать Братья Сестры Друзья Дорогие Но это Тема Библейская Она Есть Писание Против Против Властей Против Тьмы Века Ты И все Продолел Устоять Друзья Придется Продолевать Придется Продолевать Вы молитесь О ком-то Неверующем Хотите Что И покаялись А помните Христос Сказал Если зерно Падшее В землю Не умрет Не принесет Плода Пока Не умрет Ваше Я Гордыня Ваша Непокорность Противление Все ваше То, что Мешает Господу Пока Не умрет Оно Пока Вы Не склонитесь Перед Господом Очень низко Глубоко И не будет Ваше сердце Полностью Отдано Ему Зерно Плода Не принесет Я удивлялся Раньше Почему так Много Нужно Было Молиться Почему Горг Мюллер Пишет Есть люди В которых Я молюсь Вот уже 60 лет Подряд И Господь Не снял С меня Бремени Молитвы О них Они еще Не покаялись Зерно Должно Умирать Каждому Зерну Свое Время Умирания Есть Зернышки Которые Проходят Очень Быстро Прорастают А есть Зернышки Которые 40 дней Всхожесть Посадили И не знают Там Всходы Через Всходы Есть Месяц Всхожесть Очень Долго Поэтому Зерно Должно Умереть И Туда Будет Плод И мы Должны Помнить Это Друзья И так Станьте При поясах Через Словашей Истинною И Облегчить Броню Праведности И Обу Ноги В готовность Благоествовать Мир А Паче Всего Возьмите Щит Веры Которым Возможете Выгасить Все Раскаленные Стрелы Лукавого И Шлем Спасения Возьмите И меч Духовный Который Есть Слово Божие Всякую Молитвою И прошением Молитесь Во всякое Время Духом Это приказ Это повеление И Старайтесь Со всем Самым Со всяким Постоянством И молением О всех Святых А 19 Стих Вспоминайте Иногда Друзья Читайте Иногда И Мне Дабы Мне Дано Было Слово Уставим Открыто С дерзновением Возвещать Тайну Благовествования Вот Молитесь Хотите Чтобы завтра Мы проповедовали В силе Святого Духа Чтобы проповедовали По теме дня То, что нужно Сегодня нам Молитесь Молитесь Придите домой Молитесь О наших Проповедниках Мне Павел 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 Которому Сам Господь Открывал Говорит И о мне Дабы Мне Дано Было Слово Друзья Хотите Слово Чтобы оно Касалось Сердец Чтобы были Покаяния Молитесь Чтобы оно Дано Было Молитесь Завтра Мелитопольский Хор Вечером Будет у нас Проповедники Их Молитесь О них Друзья Молитесь Во всякое Во всякое время Духом Это и есть Торжество Победы Дьявол Боится Молитвы Молящийся Христианин Стоящий На коленях Ему Недоступен Христос Написано Находясь Боряне 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 Прилежнее Молился Крывая Крывая ножка Друзья И Естественно Просит Помолиться Нас Господь Эту ножку Исправил Помог Нас Ставит На место Мы Об этом Помолимся Пусть Бог Хранит Каждого Из нас Братите Если мы встанем Для молитвы Если кто-то Желает Коротко Помолиться О себе Что Бог Ложит На сердце Молитесь Отец Небесный Господь Наш Мы Сегодня Слышали Снова Слово Твое Оно Записано Оно Предупреждает Оно Учит Оно Открывает Тактику Дьявола Оно Показывает Нам Слово Это Как мы Можем Противостать Какие Гарантии Со Твоей Стороны Защиты И что Должны Делать Мы И я Прошу Тебя Храни Каждого Из нас От Любого Греха Храни Каждого Из нас От Любой Мысли Которую Вкладывает Дьявол Когда Он Предлагает Планы Далекие От Исполнения Твоей Воли Когда Он Вкладывает Мысли Далекие От Истины Далекие От Твоей Чистоты Которую Ты Предлагаешь За ними Стоит Дьявол Готовый Войти Следом За мыслью Боже Наш Храни Нас Скоро Придет Господь Помоги Быть готовыми Помоги Нам быть Чистыми Помоги Нам Бодствовать Господи Потому что Мы не хотим Быть в аду Мы не хотим Всегда Быть там Где Будет Дьявол И ангел И его Мы не Хотим Господи Быть В том Пламени Которое Будет Жечь Которое Будет Мучить Благодарим Тебя За спасение Дарованное На Голгофе Благодарим За гарантии Победы За гарантии Безопасности Благодарим Тебя Господи Что Ты И сегодня Силен Отвечать На молитвы Ты И сегодня Тот Который Хочет Хранить Нас Провести И Ты Даешь Обещания Мы Благодарим За них И Ты Сказал Сам Господь Что Сатана Будет Сокрушен Под ногами Нашими Вскоре Я Этому Что Там Где Он Набрасывался Там Где Он Атаковал Там Где Он Ранил Он Будет Под ногами Нашими Вскоре Я Верю В это Господь Благодарю Каждого Из нас Чтобы Мы Несли Победу Христа Чтобы Мы Несли Торжество Истины Торжество Любви Торжество Мира Слава Тебе За все Великий Бог Наш Отец Сын Дух Святой Аминь